Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию. Звучную фамилию Анна Невская позаимствовала у прабабушки, а мужа встретила на съемках. Как складывается личная жизнь и карьера этой актрисы. Героини актрисы Анны Невской – женщины, как правило, не допускающие возражений и обладающие несомненным внутренним стержнем. Сама же актриса считает себя довольно мягким человеком, но, видимо, режиссеры разглядели в ней внутреннюю силу и волевой характер. В противном случае не предлагали бы ей соответствующие роли. Она обрела популярность после роли преуспевающей бизнес-вумен Дарьи Пироговой в сериале «Кто в доме хозяин?». Помните этот сериал? Думаю, многие его смотрели в свое время. Одна из последних работ этой актрисы – роль железной леди киноиндустрии, актерского агентства Ларисы в новом сериале Федора Бондарчука «Актрисы». В жизни героини Анны Невской однажды рушатся границы между личным и профессиональным. Как она справится с испытанием любовью? На мой взгляд, Анна и в реальной жизни востребована и требовательна к себе, и к окружающим. Актрисе 46 лет. Она осознанно вышла замуж 10 лет назад. Долго искала своего человека. И, к счастью, наконец-то нашла. Анна Веслогузова с детства обожала петь и с удовольствием выступала перед близкими с воображаемым микрофоном и представляла себя Аллой Борисовной. Репертуар певицы у девочки был любимым, а после выступлений она наслаждалась овациями родителей и бабушки с дедушкой. То, что папа работал врачом, а мама инженером, совсем не говорило о том, что они не были творческими людьми. Родители, обратив внимание на способности дочери, с первого класса определили ее в музыкальную школу. Кроме музыки, маленькой артистке очень нравился французский язык. Занятия в школе Анну увлекли не сильно, хотя девочка училась хорошо. Отдушиной для нее были праздники. Обладательница звонкого голоса с удовольствием на них выступала, а на сцене она полностью раскрепощалась. Ей повезло, по обмену школьницу отправили во Францию, где Анне понравилось абсолютно все. Единственное, что не впечатлило, так это французские деликатесы, типа сыра с плесенью или слабо прожаренного мяса. Втайне Анна мечтала о борще и домашних котлетках, зато попрактиковалась в любимом французском языке. В старших классах из обычной школы она перевелась в гимназию с углубленным изучением языков, а после школы поступила в Новгородский пединститут на факультет иностранных языков. Во время учебы несколько месяцев она стажировалась во Франции, где, по слухам, у девушки случился роман с юношей по имени Рафаэль. Он просил Анну остаться, но она отказалась и вернулась домой. Проучилась в университете всего год. В душе она была артисткой, и эта мечта оказалась сильнее, чем франция и любимые языки. Анна Веслагусова выбрала учебу в ГИТИСе, прошла всего один тур, сдала экзамен и попала на курс артистов мюзикла. Кроме того, курс Кудряшова был направлен на подготовку артистов музыкального театра. Драматический режиссер преподавал студентам драму. Нашей героине впоследствии это очень пригодилось в карьере. В период обучения она дебютировала в кино, снялась в фильме «Сибирский цирюльник». Звучную фамилию Анна позаимствовала у своей прабабушки в начале карьеры в качестве эскала псевдонима. Невская – очень красивая фамилия. Так что она не зря сменила свою фамилию Веслагузова на более звучную фамилию. По окончании учебы Анна попала к Геннадию Хазанову, который создал отдельную музыкальную труппу на базе театра эстрады. Прекрасные вокальные данные она продемонстрировала во многих мюзиклах. В кино Анна подружилась не сразу. Играла в театре, снималась в рекламе, да и сериала в конце 90-х снимали не так уж и много. Но и на пробы приглашали редко. Звездный час артистки настал, когда она начала сниматься в ситкоме «Кто в доме хозяин». Появились поклонники, режиссеры стали присылать предложения, и Анна стала регулярно сниматься. В сериале «Физика или химия» актриса стала учительницей иностранных языков, почти как в юности. В сериале «Ошибки любви» перевоплотилась в бизнес-леди. Снялась в драме «Звоните Ди Каприо», в комедии «Делды», в мини-сериале «Бывшие» и во многих других. Личная жизнь. Роль Эльвиры в сериале «Джокер» стала для Анны судьбоносной. После пары неудавшихся юношеских романов, Анна познакомилась на съемках с Дмитрием Клепацким. В «Джокере» актер и продюсер играл главную роль. Пара сразу нашла общий язык. Актриса делилась. «Я с самого начала знакомства поняла, что это мой мужчина, и хочу, чтобы он стал моим мужем. Нам нравилось быть вместе, у нас всегда много общих тем для разговоров, и просто было хорошо с этим человеком». Через два года после знакомства Дмитрий сделал любимое предложение в Париже. Анна поняла, что хочет замуж именно за него, и в 2013 году они стали супружеской парой. Кажется, все мечты Анны Невской осуществились. Она востребованная актриса. В браке жизнь стала еще интересней, чем до него. Анна прекрасно выглядит. В свободное время занимается спортом. Но в их уютном доме пока не хватает детского смеха. Будем надеяться, что и эту мечту Анна также осуществит. Пишите свое мнение в комментариях. Что вы думаете по поводу этой артистки? А мне в свою очередь хочется пожелать замечательной женщине, прекрасной актрисе, счастья в личной жизни, долгих лет жизни со своим любимым супругом, исполнения всех желаний и мечт, а также новых интересных проектов и, конечно же, главных ролей. Пусть радует своих преданных поклонников новыми интересными и классными работами. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божие благословения. До новых встреч и всем пока-пока.